итак доброе утро дорогие друзья всем доброе утро мы продолжаем изучать тору доброе добрейшее веселейшее прекраснейшее утро и значит мы продолжаем изучать тору сегодня 9 илуля 9 число месяца илуль остался 21 день дорожа шаны и мы приближаемся к дню суда три недели время еще есть но мы очень хорошо продвигаемся в хорошо подготавливаемся до чуть напомню главная работа рож этого месяца илуль это наблюдать за собой и вспоминать смотреть где ты идешь больше по заповедям где меньше где-то больше соблюдаешь где меньше и стараться раскаяться то есть что значит раскаяться это осознать что ты что-то не доделал или что-то переделал или делал что-то не то и принять решение значит в будущем году делать лучше юрий разумные а мы говорим и на ваше благословение чтобы 600 триллиардов долларов очень интересно 600 триллиардов такой даже цифры не знаю ну ладно и чтобы был мир мир в украине мир во всем мире мир в душе мир в семье чтобы был мир 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 везде в израиле очень важно сегодня 9 илуля и 5 сентября и значит чтобы был мир второе то что мы делаем в луле мы все время делаем то что делал рабе атива амавир альмидатаф мавиримлю альколь пашав мы уступаем мы прощаем мы не обижаемся мы отпускаем все обиды и делаем это не из гордости типа я выше этого а наоборот и скромности что значит всевышний мне дал это все как урок и я должен из этого что-то извлечь и люди были просто может быть орудие в руках всевышнего но не как то есть очень если сделать это же но из гордости то она не работает прощаем всем и скромности типа вот так вот так получилось значит так получилось и я из этого языка урок теперь дальше сегодня 9 илуля сегодня очень интересный такой айом-йом длинный бывает он очень коротенькая книжка сегодня очень длинная и очень необычная я даже вырезал это сейчас вырезал и послал раввину рапинка сувышетскому чтобы он не дал откуда это я я честно говоря не понял из этого текста непонятно информация очень интересная но непонятно откуда рыба мараж 4 любая чести рэбе сказал следующую вещь он сказал о глубоком сосредоточенном размышлении на трудно постижимой идеи то есть вот смотрите бывает у человека есть он встречается с какой-то идеей или у него есть какая-то задача или он что-то хочет понять и он не понимает и вот если он глубоко сосредоточенно размышлять над этим то сказал рыба мараж так если эта идея имеет практическое отношение к тому кто пытается ее постичь тогда понимание обязательно придет и не поверхностно а хорошо как следует то есть есть давайте еще раз прочитаем если это идея идея имеет практическое отношение к тому кто пытается ее постичь тогда понимание обязательно придет и не поверхностно а глубоко и хорошо как следует например кто-то хочет понять как ему приблизиться ко всевышнему практическая идея кто-то хочет понять как ему достоиться в суде роша шана чтобы был хороший год практическая идея кто-то хочет что-то в себе исправить практическая идея то есть если он будет глубоко глубоко над ней думает размышлять как вот тут важный вопрос как мне это сделать то он обязательно поймет и доказательством этому является свод закона торы свод законов торы о женщинах я не вот этот я задал вопрос рапинка совершенскому где этот свод законах законов о женщинах там приводятся изобретательные и остроумные аргументы которые женщина теоретически может приводить в споре величайшие мужей нашего народа таноем и омароем это мудрецы которые ну они были самые великие 2000 лет назад они жили таноем это называется и омароем это вавилонские мудрецы обсуждали эти аргументы которые женщина может при привести в споре и дали им наивысшую оценку они были просто поражены мудростью этой теоретической женщины я тоже спросил что ну о чем это я честно не понимая вот он говорит об этом от кусте торы но я никогда с ним не встречался но ведь они эти мудрецы по праву считаются света чем и мудрости а тора учение истины значит тора должна быть доступна всем и даже простой женщине которая вероятно окажется не способны на такие изобретательные доводы которые творец предполагает от нее услышать но на самом деле когда идея близко касается кого-либо в данном примере женщины то даже тот то не мудрец способен на такие изумительные умозаключения что мудрецы придут от них восторг то есть здесь очень запутана какая-то история я надеюсь миров пингас ответит покажет где это все написано но сути и она нам понятно что неважно кто женщина мужчина слишком образованные не слишком образованные но если он глубоко вдумывается в какой-то аспект человеческой деятельности и он глубоко глубоко хочет понять как ему в чем-то поступить то всевышний ему открывает то есть ему открываются какие-то такие глубокие глубокие мысли да что что даже мудрецы от этого удивляются как пример чтобы это понять я сейчас вспомнил я читал когда-то как исаак ньютон он иногда сидел вот он вот так вот он садился и два часа он сидел не двигался он думал над какой-то идеей закрытыми глазами и он думал 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 ему открывались какие-то невероятно мощные идеи там физики чем он еще занимался астрономии но как они ему открывались потому что он умел сосредоточенно размышлять на трудно постижимые идеи то есть нас у каждого есть доступный вот этот вот инструмент такого глубокого размышления но мало кто этим инструментом умеет пользоваться потому что внешний мир все время отвлекает и он построен так что когда тебе ты сталкиваешься с какой-то трудной ситуации тебе проще от нее отвлечься и просто уйти в какие-то там инстаграм мы какие-то ну в другие раз в другие какие-то кратковременные такие дела но если долго сосредоточенно вдумываться с вопросом как мне это понять как мне это сделать то говорит нам рабы мараж что всевышний откроют откроют нам какие-то глупости глубокие истины независимо от уровня образования независимо от уровня там мудрости женщина не женщина то есть каждый может постичь мудрость если как говорил царь соломон мудрейший из людей в мишли им к кесеф тихопсена векаматманим тедришена если ты будешь искать как мудрость если будешь искать как серебро люди у ищут и как ищет сокровища ас тогда ты поймешь страх перед бог перед богом перед богом и познание всесильного ты найдешь то есть вот здесь он очевидно имел ввиду вот это то что царь сломон нам показал с другой стороны то есть если ты будешь сильно стремиться что-то понять получить постигнуть в мире идей в мире духовности то тогда ты это обязательно тебе всевышний откроет теперь книга обретение неба на земле нам дает другой ракурс интересный тоже говорит автор книги так наш взгляд на мир во многом отличается от взгляда создателя ну понятно что есть создатель мира а есть наш взгляд творения с нашей точки зрения всегда кто-то дает и кто-то берет о чем бы ни шла речь о знании о любви или деньгах всегда одни оказываются наверху и другие внизу но по но почему существует он говорит давайте посмотрим с другой стороны на это да то есть этот взгляд понятен один дает другой берет все понятно но почему существуют имущие не имущие задает вопрос автор книги конечно в этом часть плана создателя он хочет чтобы в его мире прибывали доброта и возможность давать значит с точки зрения создателя дающий и берущий единое целое тот кто берет на самом деле отдает а тот кто дает получает без этого процесса дающий всегда находился бы в своего собственного я но нет ни наверху ни внизу то есть это такая революционная духовная идея которая говорит что когда ты отдаешь ты получаешь когда ты получаешь ты отдаешь то есть но для этого нужно посмотреть на ситуацию совершенно с другого противоположного ракурса как тот кто берет он он дает вот смотрите наверное у каждого было в жизни когда вы для кого-то что-то делали приятное хорошее и когда вы видели что действительно человеку это было приятно хорошо то вам от этого было очень хорошо то есть вы даете но по факту вы получаете невероятное наслаждение от того что вы кому-то даете или же наоборот когда человек берет деньги или берет какую-то помощь например кто-то что-то приготовил и вы говорите вау это так вкусно это так приятно это спасибо большое то вывод момента получается вы ему даете возможность получить удовольствие от того что он для вас сделал и если ты начинаешь смотреть на мир с этой точки зрения то тогда понятен замысел создать создателя да но люди же не могут тот кто должен давать он вместо того чтобы давать и радоваться он боится потерять он это в себе за зажимает и вся его жизнь превращается в то что ему страшно потерять то что он получил да и он становится ему не в радости это в страх да теперь тот кто получает ему стыдно он думает вот это меня унижает то что я получаю и так далее то есть вместо того чтобы расслабиться и положиться на всевышнего и найти в каждом действии позитивную вот эту сторону люди наоборот как бы усугубляют и останавливают вот этот вот ход мира это очень ну то есть в этом мне кажется есть наша работа принять всевышнего принять его взгляд на мир а как выражается его взгляд на мир и вот это мир выражается в том что он каждому дает то что дает и когда ты принимаешь это от всевышнего то есть ты говоришь что да я не против всевышний но как я могу быть против спасибо тебе я я и ты как бы с ним сходишься в одно целое в один поток вот мне кажется это самая высшая точка которой человек должен стремиться теперь значит мы переходим в недельную главу из этих двух как давайте еще раз первый у нас был аспект что если сильно во что-то вдумываться как бы углубляться то тебе откроется второй аспект если ты посмотришь на мир что все единое целое и ты захочешь это увидеть у тебя откроется значит вот эта идея она тоже откроется кому она непонятно я помню читал один комментарий мне в ютюбе в ютюбе я просматриваю на комментарии что люди пишут и одна женщина написала вот я смотрела этот ролик и уже готова была сказать свое привычное фи но найти в нем то что не мне не нравится то что мне в нем есть чем не согласна то что это она пишет но потом я решила что я зачем мне это делать и я услышала то что иска хотел сказать и мне такая радость наступила так мне стало хорошо то есть я уже была готова закрыться и как бы выступить против реальности и много людей так поступают они в том потоке добра который идет на них от всевышнего они находят акцентируют на на в дух в бочке меда на ложки на ложки дегтя да не прям на ней концентрируется если эти умельцы которые концентрируются они находят эту ложку дегтя везде и даже если они сегодня не находят они эту ложку дегтя они берут из прошлого и тянут время за собой эту ложку дегтя но но есть момент что если ты захочешь увидеть что все одно и что все это всевышний что все это любовь и что все это свет и что все это только для хорошей цели конечно это да и дело человека счастливым и радостным и есть куда стремиться потому что рабе атива когда его разрывали на части он говорил всю жизнь об этом мечтал говорит вау вот это всевышний вообще так он конечно джекпот мне в 120 лет придумал что меня сейчас убьют эти римляне найти душа шем вот это сценарий подумал рабе атива ну не ожидал его ученики говорят это тора это награда за тору ребяти говорит вообще говорит а всю жизнь об этом мечтал чего вы удивляетесь ангелы говорят всевышнему это тора это награда за тору всевышним тоже говорит молчите а то я разрушу мир и значит а мы видим что действительно мы не мы не можем мы не создатели то есть когда я вспоминаю вот этот момент когда один на уроке один говорит я говорит бога не понимаю а второму говорит слышь ты говорит ты бога хочешь понять ты говорит табуретку не понимаешь на которой ты сидишь ты не знаешь как табуретка устроена как ты бога хочешь понять так вот если мы вместо того чтобы сопротивляться и сопротивляться и возмущаться мы постараемся постигнуть велите как бы доброту всевышнего и понять а как она проявляется вот в том что происходит в этот момент мне кажется что все изменится изменится абсолютно все то есть это будет как такая трансформация внутри человека теперь давайте переходим в недельную главу недельная глава тора она дает нам конкретные законы и глава называется аки т.ц когда выйдешь на вал на войну то есть мы видим что всевышний добрый любящий он изначально предусмотрел что в мире всегда будут войны и войны будут внешние между народами войны будут между людьми все первое же поколение после первого человека адам решен сразу же началась война два родных брата каин и эвэль каин убил эвэля то есть это мы видим что это природа человека это мы видим прям в чистом виде вот это то что всевышний вложил человека так он вложил да то есть почему вложил так вложил всем но это факт написано что выйдешь когда на войну значит будут войны встретишь женщину будешь встречать женщин был значит возьмешь ее в жены пленницу будут такие случаи родит она тебе ребенка потом до рождаются от этих браков дети есть люди которые по три по четыре брака рождаются и дети страшно потом страдают родители страшно потом страдают и это все было предусмотрено значит свыж не так так предусмотрел эту систему значит дальше дальше будет сын сурер вам рэда будут сыновья которые как у царя хисхиягу царь хисхиягу это был самый такой был царь просто он почти был машех добрейший святейший весь народ израиля заставил учить тору всех заставил учить тору а сына вами наши значит весь народ потом заставил служить идолом и убил своего дедушка пророку пророка и шаягу вот у такого папы царь давид ну куда больше царь давид это просто мы читаем его псалмы уже на протяжении почти там три почти 4 тысяч лет мы читаем псалмы царя давида и что у царя давида который ближе к богу был но только были працы ближе к богу у него сын хотел его убить и царь давид меня всегда это удивляло как сын его хотел убить он выходит из иерусалима яшими бен гера его оскорбляют и говорит вот правильно всевышний те сделал ты убил там убийца там и так далее он его оскорблял оскорблял а царь давид говорит может быть так я искуплю свои грехи может быть этим позором искуплю не трогать его не убивайте пускай позорит значит есть есть в этом что-то раз уже сын на меня напал значит где-то же я ошибся то есть я где-то же но не бывает же просто так что сын на меня напал и он значит вот так он все на себя принял 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 уходит и все хотать и согрешил я война и он говорит своим военачальником говорит не убивайте только только в шалома не убивайте а этот военачальник говорит послушай война он собрал армию чтобы тебя убить как ты говоришь на воюте но только его не убивайте и значит война и он убивает этого сына убивает он сына этого шалома и приходит царю давиду а он говорит в скорби он ему говорит мы победили мы войне победили а царь давид вообще сидит плачет что сына его убили а он ему говорит военачальник ты говорит ты должен сейчас выйти к народу сказать что молодцы люди рисковали жизнью чтобы спасти тебя и если бы он победил он бы тебя убил и царь давид собрался силами вышел к народу и так далее но это страшно что он пережил это это реально величайшие трагедии все это написано в главе тит и цэ что так оно будет будет женишься на неправильной женщине мама этого обшалома была пленница дочка царя как шур по-моему называлась это государство и значит понятное дело что если он забирает себе пленницу побеждает войне то то какая то будет женщина прямо на его так что хорошо на сыновей воспитает понятное дело что нет но значит царь давид принял это в чем было его величие он от всевышнего это все принял и он понимал что все что делает всевышний все это только для добра и он сумел это принять и нас этому учит да теперь дальше после этого тора нам говорит если будет какие законы мы сейчас изучаем сегодняшнем отрывке если будет у человека какой-то смертный грех и суд его по суду его пересудят смертной казни то нужно после того как его смертная казнь убьют там или камнями забьют или еще по-другому его нужно на какое-то время повесить на дереве зачем повесить на дереве значит нужно его на какое-то время повесить на дереве потому что в принципе в том что вы убиваетесь два позитивных аспекта первый позитивный аспект что он сам искупает этим свой грех если его по суду убивают значит он уже искупил свой грех и у него будет вечная жизнь второе позитивный аспект что это является уроком для других чтобы они этого не делали поэтому его вешали на дереве чтобы все увидели другие что что бывает за вот такое и это но это действительно людям страшно они не хотят что так с ними было и это их остановит от греха дальше написано не оставь трупа на дереве на ночь а его нужно похоронить тот же день ибо поругание богу ибо поругание богу повешенной и не скверни земли твоей которую господь бог дает тебе в удел то есть при этом все равно к человеку есть уважение и после того как его повесили показали его тут же нужно похоронить со всеми почестями потому что потому что по образу бога создан человек дальше дальше идет начинается закон который который вообще к этому всему не имеет казалось бы отношения хотя глубоко все это имеет невероятное отношение как оно написано следующий закон такой что если ты увидишь быка брата твоего или овцу и они потерялись ты не можешь от них отвернуться а ты должен их вернуть твоему брату то есть закон заповедь истории возвращать потерянное и дальше идет идет целая целая разворот этого закона казалось бы простой закон верни потерянное тому кто потерял а если он далеко а если например человек у него потерялась значит потерялась у него корова например да и он значит уехал на год в командировку ты нашел его корову она у тебя год живет корова родила что с теленком делать а ты ее кормил а молоко ты можешь продавать а что с деньгами много вопросов а если это не корова а если это бык хорошо корова она дает молоко и теленок вопрос но хоть есть теленок а если это бык который кушает много а не дает ничего можешь ты на нем работать это чужой бык или не можешь работать да а если ты нашел машину а она через год подешевела масса вопросов и все это разбирается вот эти все нюансы они разбираются здесь и один закон как дальше идет закон очень такой полезный закон что если ты увидишь осла брата твоего или его быка упавших пути то ты не можешь тоже отвернуться а нужно поднять их вместе с ним вот тут добавляется очень важный закон закон помощи то есть когда ты помогаешь человеку ты должен ему помочь но ты должен ему помочь вместе с ним нельзя помогать человеку он сидит и говорит ну давай помогай помогай ты же должен мне помогать давай я пока посижу значит посмотрю как ты мне помогаешь нет вместе с ним то есть помогать надо тому кто хочет сам себе помочь и тогда ты должен ему помочь и все но если он говорит я сам себе помогать не буду тогда ты не должен помочь. И последнее, что сегодня есть в сегодняшнем отрывке, про платье, что не будет на женщине мужского платья, а на мужчине женского платья, ибо отвратителен Богу всякие делающие это. Устная Тора нам добавляет, что проблема не в том, что ты одеваешь женское платье или женщина одевает мужское платье. То есть, если ты это делаешь для запрещенных сексуальных отношений, тогда это проблема. То есть, если ты это делаешь для того, чтобы вступать в связи как мужчина, как женщина, женщина как мужчина, или ты в баню пробрался, чтобы там на женщинами подглядывать в женской одежде, это нельзя. Если ты просто там одел, например, на пурим, вот почему на пурим одевают, да? То есть, ты это делаешь не для того, чтобы вступать в какие-то связи половые, а для того, чтобы просто не знаю для чего. Я тоже, я и в пурим не одеваю, я бы и в пурим не одевал. Но здесь, как бы, устная Тора конкретно говорит, что одевать нельзя, если Тора запрещает только ношение одежды, ведущая к распутству. Все. Значит, на этом мы останавливаемся, и еще раз давайте подведем итог. Давайте вернемся к практике, что мы после, вот Верка Сердючка, да, получается, для шоу можно, то есть, она не для разврата одевает, а этот Сердючок, по-моему, зовут, а для шоу. Теперь давайте вернемся к практике, после урока писать в комментариях, что вас зацепило. Свой инсайт это полезно с двух точек зрения. Первое, вы закрепляете ту мысль, которая вас зацепила, и можете потом ей делиться, то есть, когда вы ее формулируете, это вам поможет ее закрепить. И второе, вы, читая инсайты других людей, обратите внимание на то, на что, может быть, не обратили внимание. Давайте, пожалуйста, в комментариях, и мы таким образом выполняем, что тот, кто учит для того, чтобы обучать, тому с неба помогут и учиться, и обучать. И второе, тот, кто учит для того, чтобы делать, чтобы выполнять, тому с неба помогут и учить, и изучать, и делать, да. Значит, вот Юрий Разумный, который мне желает триллионы, он пишет Аллаху Акбар. Аллаху Акбар, в принципе, это очень хороший момент, что Элоим велик, да, Гибор. Это как бы на иврите звучит, что всесильный Гибор, это, ну, он как бы, он самый сильный, он Элоим, всесильный. Вот, но в принципе, все равно, чтобы не путать других, а, это был инсайт, я забыл, извините. Если у вас был такой инсайт, то ладно, можно, но лучше мы не пишем, все равно мы здесь изучаем Тору, то есть нужно понимать, что к Богу есть разные пути, люди ищут Бога по-разному, но у нас здесь мы изучаем Тору. Тора — это иудаизм, это то, что Машарабену получил от Всевышнего и передал еврейскому народу. И те, кто интересуется Торой из других религий, конфессий, подходов в Велкам, то есть пожалуйста, но, но мы здесь конкретно, все, что, все, что касается других религиозных путей, мы это все перекрываем и все, то есть, чтобы не было путаницы для евреев, которые хотят изучать Тору, они увидят Аллах Акбар, скажут, что они здесь изучают, ислам, и, значит, уйдут. Нет, мы изучаем Тору. Все, напишите, пожалуйста, свой инсайт, свое, свою главную идею, которую вы для себя получили, осознали, сформулируйте ее, поделитесь ей, пожалуйста. Все, всем удачи, успехов, хорошего дня, чтобы Всевышний дал благословения во всех хороших делах, чтобы Всевышний услышал ваши молитвы и выполнил их для вашего блага. Все, удачи и успехов!